Добрый вечер, с новостями дня. Вас познакомят корреспонденты ОРТ Планета и я, Оксана Боричева. Сейчас коротко о главном. Добрый вечер. Все выиграли путевку на чемпионат России. Оренбургских чиновников накажут за несвоевременную уборку улиц. После сильного снегопада, который обрушился на регион, дороги должным образом не были расчищены. За последующие дни в больницы города с различными травмами обратились свыше 80 человек. Примерно на треть возросло и количество ДТП. Последствия снегопада для автомобилистов и пешеходов оказались плачевными. Прокуратура областного центра, проанализировав работу всех экстренных служб, период выпадения осадков не осталось в стороне от решения проблемы и вынесло предписание ответственным чиновникам и предприятиям. Как оказалось, бездействовали многие. Сотрудниками ГИБДД города Оренбурга в отношении глав округов возбуждены дела о административных правонарушениях, за нарушение содержания дорожной сети, то есть необеспечения безопасности дорожного движения. А прокурорами Ленинского и Держинского районов главам округов объявлено предостережение. Кроме того, в областную государственную жилищную инспекцию прокурор Оренбурга направил материалы по семи городским предприятиям ЖКХ. Коммунальщики не спешили убирать улицы и дворы от сугробов, поэтому жизнь во многих микрорайонах города была парализована. Смертельно опасный суррогат заполняет Оренбург. В областном центре разросла сеть магазинов нелегального алкоголя. Наши корреспонденты вместе с правоохранителями и сотрудниками Ассоциации алкогольного рынка Оренбуржья отправились в рейд по этим магазинам. Анастасия Матвеева о преступлении и смешном наказании. Вывеска выше человеческого роста. На рекламу эта организация явно не скупилась. Это с учетом того, что за продукцией из Казахстана скрывается нелегальный алкоголь из соседнего государства. Под видом покупателей заходим в этот магазин. На витрине, как в аптеке, находятся только муляжи. По явлению правоохранителей продавец не удивляется. Это уже не первый их визит. Александр сам выходец из Казахстана. Продает суррогат, чтобы накопить денег на документы для получения российского гражданства. Как бы абсурдно ни звучало. Молодой человек алкоголь не употребляет. Тем более, который продает сам. Если человек не пьет, то не мешает, они продают проект. Есть спрос на предложение. Процесс конфискации не смущает потенциальных покупателей. За несколько минут за нелегальным алкоголем в магазин пришло порядка десяти человек. Первый раз пришел. Ну а почему решили именно? Откуда знаете, что это? Товарищи посоветовали. Ну оно как? Товарищи. Чтобы полицейские не отвлекались от работы на постоянные просьбы к продавцам продать бутылку, дверь в магазин пришлось закрыть. Нелегальный алкоголь как рулетка. Несмотря на обещания на баннерах, сертификатов качества «Это спиртное» не имеет. Представители ассоциации алкогольного рынка отправляли купленный в таких точках алкоголь на экспертизу в Москву и Казань. Получены были результаты. В водках содержались примеси, вредные для жизни. А по коньякам тоже коньяки не соответствовали ГОСТам. Красители, ароматизаторы. По сути это не коньяки, а спиртсодирающие жидкости. Это еще один магазин той же сети. Продавец – 19-летняя девушка. Не стесняясь, камер пытается решить возникшую проблему по телефону с помощью каких-то тайных помощников. Нет. Нет, они когда-то не скрывают. На витрине все те же муляжи. Основные запасы скрываются за дверью с кодовым замком. После долгих уговоров девушка открывает склад. В комнате почти 20 коробок суррогата. Обычно на таких точках хранится всего несколько ящиков. Продавцы прекрасно знают, что в случае проверки весь алкоголь будет изъят. А штраф 3000 рублей для воротил подпольного рынка просто смешон. Другое наказание правоохранители применить не могут. И по сути не имеют полномочий остановить деятельность сети нелегального алкоголя. Хотя имя того, кто стоит за всем этим, продавцы называют в открытую. Якобы это некий Богдан Терновский. Как индивидуальный предприниматель он уже привлекался к административной ответственности за нарушение при продаже спиртного в 2013 и 2014 годах. Видимо, слишком хорошая прибыль, а вот ответственности никакой. И, видимо, трагический случай в Красноярске, где от нелегального алкоголя погибли люди, не пугает никого. Ни тех, кто эту отраву покупает, ни тех, кто обязан эту продажу запретить. Анастасия Матвеева, Владислав Грубунов. Новости дня. Продукция турецких предприятий не дойдет до оренбургского потребителя. Россельхознадзор ввел ограничения на поставку турецкого мяса курицы. По информации Россельхознадзора, ограничения введены до атаки на российский самолет и с трагедией никак не связаны. Причина – обнаружение листерий в продукции животноводства, которая поступала с одного из предприятий Турции. На сегодняшний день правом поставок своей животноводской продукции обладает 107 турецких предприятий, на 22 из которых наложены временные ограничения на поставку продукции. Как раз таки по причине выявления тех или иных отклонений в поставляемой продукции. Листерии, обнаруженные в курице – это бактерии, вызывающие опасную кишечную инфекцию. Чаще всего листерия попадает в организм человека при употреблении термически необработанных яиц, мяса и рыбы. Куры из Турции поставляются на российский рынок. Продукция заняла нишу, прежде освоенную США. Тогда квота составила полмиллиона тонн курятины в год. Любовь к маме устами малышей. О трогательном после короткой рекламы. Предупреждены об ответственности. Сегодня прошло очередное заседание правительства Оренбургской области. Оно было расширенным с участием недавно избранных муниципальных глав. Обращаясь к ним, губернатор Юрий Берг сначала поздравил их с оступлением в должность, а позже заявил, что будет оценивать ситуацию в городах и районах по действиям местного руководства. За все, что происходит в Оренбургской области, отвечает один человек. Фамилия его Берг. За все, что происходит в территории, отвечает глава района и города. Лично. Иначе не будет. В принципе, подобные заявления Юрий Берг делал и раньше, но в нынешних реалиях они обретают новое звучание. Губернатор напоминает, времена пришли сложные, требующие от чиновников на местах особого рвения. Удержать позиции, не допустить экономического спада, потому что это сразу же отразится на социальной сфере, то есть непосредственно на качестве и уровне жизни людей. Надо жить здесь и сейчас. Это губернатор уже об особенностях бюджетной политики ближайшего будущего. Экономия и эффективность при расходовании бюджета поставлены в углову угла. Уметь делать больше за такие же и даже меньшие деньги. Наличие задолженности учреждений – это прямое нарушение законодательства. Ее априори быть не может. Финансовый ликбез муниципальных глав провела профильный министр Татьяна Машкова. Оказывается, бюджеты многих городов и районов накопили миллионы рублей долгов, тенденция снижения которых весьма слабая. И при этом, например, в Бугруслане пытались повышать зарплаты местным чиновникам. В Минфине запретили, напомнив про долги. Будем изыскивать средства дополнительные, но, тем не менее, совсем кредиторскую задолженность я не вижу, как мы можем закрыть ее сразу. Я очень хочу, чтобы вы услышали то, что сказал министр финансов, сделали правильные выводы, а не искали никаких оправданий. На заседании правительства прозвучали также доклады первого заместителя министра образования Галины Сафоновой и министра здравоохранения Тамары Семивеличенко. А затем была еще одна встреча губернатора с муниципальными главами, без присутствия телекамер. Виталий Дерябин, Роман Боричев, Новости дня. Крупные штрафы за загрязнение окружающей среды заплатят несколько предприятий на Востоке области. К административной ответственности руководителей промышленных объектов привлекли природоохранные прокуроры Орска и Гая. Установлено, что Южноуральская горноперерабатывающая компания с октября прошлого года по март этого осуществляла вредные выбросы в атмосферу. В отношении компании возбуждено несколько административных дел. Наказано предприятие штрафом в 180 тысяч рублей за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. В частности, за то, что осуществляли выбросы вредных веществ в атмосферу в отсутствие специального разрешения и в отсутствие установленных нормативов этих выбросов. Наказаны и другие загрязнители экосистемы, в их числе гайский цветной прокат и уральский медный прокат. Предприятия также выбрасывали загрязняющие вещества в атмосферу. Материалы административных дел направлены на рассмотрение в профильное министерство. Пожар в крупном торговом центре. Последствия возгорания ликвидировали сегодня утром в Оренбурге. В городе прошли пожарно-тактические учения. Готовность всех служб и техники, синхронность в работе проверяли спасатели регионального МЧС. 9 единиц основной и 3 единицы специализированной техники были задействованы в тушении. Через 30 минут условный пожар был локализован. Еще через 10 полностью ликвидирован. За время учения никто из посетителей торгового центра не пострадал. Виновник аварии понесет наказание за смерть человека. В суд направлено уголовное дело по факту ДТП, в котором в мае этого года погиб мужчина и серьезные травмы получила женщина. На загородном шоссе Оренбурга 20-летний водитель отечественной десятки на большой скорости, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с другим автомобилем. В результате чего пожилой мужчина за рулем получил травмы, несовместимые с жизнью. Теперь виновнику аварии может грозить наказание до 5 лет лишения свободы. В ближайшее воскресенье мы будем отмечать Международный день матери. В течение всей недели проходят мероприятия, приуроченные к этому празднику. Лучших матерей чествуют на уровне города и области. Самых дорогих и близких поздравляют также в школах и в детских садах. А что думают о своих мамах малыши, узнала Нашана Золотухина, побывав на одном из детских утренников. Они немного волнуются перед выходом на сцену, ведь готовятся подарить праздник самым дорогим – своим мамам. Стихи и песни выучили на зубок. Моя мама лучше всех, ей сопутствует успех, успевает здесь и там, молода не по годам. А тем временем зал еле уместил родителей, которые с трепетом ожидают, чем же порадует сегодня их чадо. Они ждали этот праздник, потому что мы заранее с ними обсуждали, как они к мамам относятся, чем они помогают мамам. И, конечно, они очень ждали, они стихи учили, они рисовали. Трогательные стихи, песни про маму, а еще комплименты детей смогли растопить мамины сердца, замороженные злой колдуньей. Это памятные моменты на всю жизнь, мне кажется, когда у мамы плохое настроение или какие-то неудачи в жизни. Вспоминая все эти моменты, она становится намного сильнее, умнее и мудрее, что ли. То есть это, я считаю, какая-то витаминка для нас. День матери – не только хороший повод еще рассказать добрые слова самому родному человеку. Подобные мероприятия, уверены педагоги, воспитывают в детях лучшие качества. Даже патриотизм начинается с любви к маме. Если ребенок уважает, благодарен своей маме, своим родителям, ну, наверное, это настоящий гражданин своей страны. Если он научится себя вести в семье, то он будет замечательно вести себя и везде с окружающими. Анна Золотухина, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Всю материнскую любовь и ласку они передают через музыку. Свой юбилей отмечает ансамбль украинской песни из села Дидуров Каримбургского района. Чествование ансамбля состоялось в рамках районного празднования Международного дня матери. Так любить, как мать любит, никто не может. Ждать тоже, тайну хранить тоже. И быть готовой на все никто не может, кроме матери. Посеяла людя. В песне вся ее душа. Тепла материнского сердца Любови Ильиничной Дегтевой хватает не только на свою семью. Сына, троих внуков и правнучку. Но и на главное детище жизни. Творческий коллектив Крыницы. В основном мы свое внимание, большое внимание уделяли нашим, дедуровским песням, которые мы получили от родителей, от дедов, от бабок. А потом уже пополняли так, по мере возможности, много песен. Вот уже 30 лет они хранят и передают из поколения в поколение музыкальные традиции, поистине став колоритным национальным символом своего села. У каждой из этих женщин это самообытная женщина-мать. Она герой, она успевает дома. Это хранительница очага, они воспитывают семьи. Их дети – это образец молодого поколения для всего Оренбургского района. И успевая везде, я думаю, наверное, этим они наполняют жизнь окружающих. Поздравили ансамбль со знаменательной датой и представители компании «Газпромдобыча Оренбург». В подарок солистки получили не только благодарственные письма. Их плечи украсили павлопосадские платки. Их значение, их вклад в развитие и вообще в культуру, он бесценен, потому что они не только сами несут вот эту культуру, сохраняют свои песни, свой какой-то вот такой вот неповторимый колорит, но они также передают. «Куды ж цевы, мама, сполоха накинулись диты? Куды вы, бабусю, унуки бежать, говори?» Эта преемственность находит отклик в сердцах, ведь мало кто остается равнодушным, слушая их песни. Анна Втюрина, Игорь Бероев, Новости дня. Один из старейших музеев России отмечает юбилей. Губернаторскому историко-краеведческому музею исполнилось 185 лет. Торжественный вечер, приуроченный к знаменательной дате, собрал вместе сразу несколько поколений оренбуржцев. Архивные кадры почти 20-летней давности. С годами здесь менялись экспозиции, росло количество экспонатов. Но суть оставалась прежней. Десятилетие музея остается главным хранителем истории региона. Юбилейные торжества в этом году собрали в Оренбурге гостей из многих городов России. Губернаторский краеведческий музей сейчас – это свыше 120 тысяч единиц хранения. Прекрасные исторические залы, оборудованное фондо-хранилище, золотая кладовая, выставочный зал в Мегамол Армада и тысячи посетителей, которые ежегодно приходят в музей. Работников старейшего музейного учреждения страны поздравили с юбилеем представители правительства области, общественных организаций и коллеги. Путевка на чемпионат России и первый спортивный разряд. Оренбургские фигуристки вошли в топ-5 на Кубке России по синхронному катанию. Мои коллеги отправились на тренировку, чтобы выяснить, о каких высотах мечтают девочки и что за необычный зверь живет у них в команде. 16 девочек одновременно на льду. Синхронное фигурное катание. Вид пока не олимпийский, но от этого не менее зрелищный. Шеренги, вращения, разнообразные круги. И все это под зажигательные ритмы самбо и рок-н-ролла. Они очень артистично себя показали. У нас была очень хорошая, высокая оценка за представление программы, за артистизм. Они все это с душой, с настроением катали, так как мы от них и требуем каждую тренировку. Команде всего два года, но она уже сумела громко заявить о себе. Прошлогодний сезон стал для девочек золотым. На этапе Кубка России они стояли на высшей ступени пьедестала. И тренеры приняли решение усложнить программу и повысить уровень группы. В этом году выходили уже по первому спортивному разряду, то есть это более старший разряд. Команды уже более сильные, более серьезные. И мы вошли в пятерку, отобрались на сам чемпионат России. Это очень большой шаг для нас. Как и у каждой команды, у девочек есть свой талисман – плюшевый ежик. Он не пропустил еще ни одно соревнование. Даже ежик в тумане, он весь в мультике, он очень хороший и милый. Приносит удачу. Меньше месяца осталось до следующего старта. А еще один этап Кубка России, на этот раз в Тольятти. Главная репетиция для девочек перед чемпионатом России. Скази в войну ошибок, нет вперед, победим вперед! Алина Лебука, Виктор Яковлев, Новости дня. К этому часу все. Следить за новостями вы можете на нашем сайте media56.ru. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова